Привет, мои дорогие! С вами Оксана! И сегодня я продолжаю делиться с вами своими секретами, советами, с помощью которых вы можете ухаживать за собой в домашних условиях. Тем, кому это интересно, оставайтесь со мной. Тем, кто впервые попал на мой канал, присоединяйтесь. А именно сегодняшний разговор я хочу повести на тему имбиря. Всем известный продукт, выглядит он вот так, девчонки, кто не знает. Это корешочек. У меня уже вот он стертый, тру на терке, пользуюсь как в плане того, что я завариваю чай. Все знают, что очень полезен чай имбирный для стимуляции иммунитета и обменных процессов в организме. Очень полезно, девчонки, присмотритесь, особенно в летнее время, когда большая жажда, когда мы много пьем, многие оттекают. И вот имбирь именно за счет того, что он стимулирует обмен веществ, очень будет полезен. И, кстати, если вы тем более добавите туда и несколько там пол-лимона, лимонного сока, выжмите туда этот замечательный продукт именно в утреннее время. Или перед сном, как кому удобно. Так, а сегодня речь о том, как с помощью имбиря можно делать масочки. Причем маски можно делать для любого типа кожи. Сначала я расскажу рецепт маски для жирной кожи. Что делать для того, чтобы приготовить масочку для жирной кожи. На мелкой терке трем имбирь. И вот эта вот кашица должна быть в количестве одной чайной ложки. Вполне будет достаточно. Чайную ложку кашицы, ложку глины, ложку отвара любого, либо ромашки. Очень хорошо, если будет календула заваренная. Все это размешиваем, наносим на лицо. И вот замечательная маска для жирной кожи. Да, перед тем, как делать маски из любого продукта, из продуктов домашнего приготовления, даже покупные маски, нужно в первую очередь проверить свой организм на реакцию. То есть, нет ли у вас аллергии, нет ли у вас какой-то негативной реакции, может быть покраснение. Вы можете просто не воспринимать тот или иной продукт. Вот к этому относитесь. Даже вплоть до того, что некоторые люди очень плохо переносят молочные продукты. Перед тем, как делать масочку, обязательно проверьте свою реакцию, вернее реакцию своего организма на этот замечательный продукт. Тем более, он обладает остро выраженными стимулирующими действиями. В своем составе имбирь. Имбирь имеет большое количество витамина С, которое превосходит по своему содержанию цитрусовый. То есть, в лимоне меньше витамина С, чем в имбире. Большое количество витаминов группы В. В имбире, в общем, продукт замечательный. Как же можно обойти стороной и не использовать его в уходе за своей кожей лица. Так, что касается маски жирной кожи, я рассказала. Следующая масочка подойдет для проблемной кожи. Опять-таки, чайную ложечку натираем на мелкой терке, добавляем туда зеленый чай, который абсорбирует, витамин С напитает кожу. И если ваша кожа проблемная, но высыпания очень сильные и раздражение идет, избегайте этой маски. Эту масочку делать не нужно. Так, следующая маска, которая может помочь отбелить кожу лица. С помощью вот маски, в которую мы добавляем также чайную ложку натертого имбиря, добавляем туда чайную ложку молока, добавляем туда мелко порезанную петрушечку, слегка отжатую. И можно несколько капель лимонного сока туда добавить. Вот с помощью этой масочки можно отбелить кожу лица на 1-2 тона. Если, например, ваша кожа в летнее время, в частности, загорела, и вы не хотите, чтобы вот такой вот эффект был сильно темной кожи лица, то вот эта вот масочка поможет стимулировать, поможет напитать вашу кожу, увлажнить, и в то же время вы слегка отбелите кожу лица. Так, следующее. С помощью имбиря можно и снять отечность лица. Если утром вы просыпаетесь и лицо отекшее, как бы опухшее, припухшее, вот с помощью имбиря можно и этот недуг, как говорится, убрать. Опять чайную ложечку имбиря натираем. Добавляем туда петрушку, добавляем туда крахмал, чайную ложку крахмала, либо тертое яблочко можно туда добавить, но вы можете, как говорится, и варьировать, то есть заменить яблоко на тертый картофель, все, что есть под рукой. Но главный эффект, который вот именно дает маска от отека лица, это должен в своем составе иметь крахмал, который впитывает, и имбирь, который будет питать вашу кожу. Так, вот все, что касается имбиря. Девчонки, не обходите стороной этот продукт замечательный, который обладает прекрасными свойствами, который пойдет на пользу не только применяя вовнутрь, то есть чаи из имбиря прекрасные средства для удаления жажды, для насыщения своего организма полезными витаминами группы С и В, как я уже говорила, но и очень хорошо поможет в уходе и для того, чтобы ваша кожа лица была замечательно выглядела, чтобы вы всегда были свежие, молоды, прекрасны. На этом все, мои дорогие, с вами была Оксана, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok